Лето 2017 перешагнуло экваторы и медленно катятся к закату. Но этот раунд с разгромным счетом выиграли дожди и отрицательные температурные рекорды. Аграрии посчитывают первые убытки и продумывают стратегию дальнейшей борьбы с непогодой. Прогнозы исхода битвы за урожай в нашем сюжете. Под проливным дождем наша съемочная группа с Анатолием Николаевичем Липатовым осматривает его угодья. В нынешнем году стабильное ненастье испытывает аграриев на прочность. Непогода уже подпортила посевы в европейской части России. И Минсельхоз даже снизил прогнозы урожая зерна. В Новгородском районе борются за картошку, морковь и свеклу. Каждый год какие-то потери есть. Без этого не обойдешься. Потом весной посевы, потом до осени ходим, считаем, переживаем, какой будет итог. А в сравнении с предыдущими годами нынешние потери, они больше? Ну как сравнить? Если у нас в прошлом году осенние потери были, выросли отличный урожай. И потеряли где-то, наверное, процентов под 30. Я потом говорю, сейчас загадывают, больше или меньше. Это осень покажет. Пока от общих посевов потеряно примерно 10%. В холодную и сырую погоду растения, как и люди, испытывают стресс и начинают болеть чаще. Поэтому аграрии пускают в ход подкормки с дополнительными микроэлементами. Из-за капризов погоды картофель отстает в своем развитии примерно на 3 недели. В идеале ботва должна уже сомкнуться и свободно по грядке идти уже было бы невозможно. Хозяйству Анатолия Липатова уже 25 лет. И за все время такого холодного июня здесь не помнят. Оптимальная для растений дневная температура 20-25 градусов. И, конечно, солнце. Вместо тепла грядки заливают водой. Какие-то площади затопило так, что уже очевидно, урожая там не будет. Тем не менее, с погодой, как говорят, здесь не борются, а под нее подстраиваются. Погодные условия не всегда позволяют, не на каждом поле, так скажем, сделать эту междурядную обработку. Потому что куда-то можно въехать, куда-то нет и приходится ждать. Хочется сделать сейчас, сегодня. Нам приходится ждать, конечно, погоды, когда подсохнет, чтобы въехать. Есть где немножко потопило, приходится и где-то водичку спускать лопатой, где-то ковшом подкопать, чтобы до канавы она дошла, эта вода все-таки спустить. Только так. На погоду влиять не может. В целом время еще позволяет нагнать упущенный рост. Многое будет зависеть от того, каких сюрпризов нам ждать от небесной канцелярии во второй половине лета. Из Новгородского района Кристина Абелян, Владислав Ковалевский. Новости. Новгородское областное телевидение.